здравствуйте дорогие радиоуслушатели в эфире программа политинформания сегодня у нас четверг и сейчас 308 308 в чикаго хорошая уже хорошая погода светит солнце и я думаю студии у нас сегодня тоже будет жарко а тема сегодняшней передачи мы ее так обозначили очень условно называется миротворец для америки кто такой миротворец все знают есть такой сайт до миротворец на в украине в украине а куда значит входит база дан вклад на вкладываю вносит вносит базу данных людей которые либо посещают крым либо тех кто открыто выступает против украины и в этом сайте очень много людей искусства и культуры вот о них мы сегодня и будем говорить я скажу номер телефона 847 420 5200 и что у нас с youtube каналом смотрите нас на ю тубе пожалуйста ставьте свои лайки и я хотел бы сказать что сегодняшнюю передачу проведут эдуард брумер и геннадий брумер и так тема сегодняшней передачи единственное еще раз обращаюсь ко всем кто будет звонить пожалуйста вот такого плана возгласы типа ты дурак мы сегодня не принимаем вообще не принимаем никогда давайте обсуждать давайте высказывать свое мнение но вот таких вот как говорится вслед бросание вслед таких высказаний это не приветствуется итак в чикаго приезжает довольно много актеров дети и культуры спектакли привозят в том числе приезжают люди которые открыто и очень активно поддерживают нынешнюю российскую власть вопрос должны ли мы долларом поддерживать вот таких вот артистов или искусство вне политики и как говорится если приезжает хор турецкого или приезжает какой-то известный актер например газманов певец мы идем спокойно наслаждаемся творчеством этих людей как говорится оставив политику стороне что мы должны делать либо еще раз хочу повторить что мы не от темы не отвлекались да либо мы вот этих будем то быть про путинских артистов а их довольно много поддерживаем долларом ходим на концерты либо мы им говорим наша фе не покупаем билетов и можно так сказать бойкотируем эти концерты еще раз хочу предупредить пожалуйста какие-то оскорбления какие-то начать мы не приветствуем перед тем как мы начнем принимать звонки гена я хотел бы узнать лично твое мнение а значит мое мнение очень жесткое по этому вопросу я не хочу чтобы актеры я их так называют челядь обслуга этой власти приезжали сюда потому что это лицемерие люди которые привозят ну например мы будем говорить напрямую а хор турецкого или даже актер дмитрий певцов или значит крутой все да такие они приезжают сюда мы их поддерживаем а после этого они стоят на стадионе поддерживая сегодняшнего президента россии который выступая на стадионе или там перед своими избирателями перед депутатами говорит о том что мы им покажем иначе ты показывает как летит ракета в сторону флориды я считаю что ну это неправильно мне кажется что таких людей сюда пускать не надо а кого надо пускать мы попозже тоже скажем а я скажу свое мнение что действительно очень много изменилось за то время что сюда ездит ездят актеры значит писатели и певцы и действительно сложилась такая ситуация что великому моему сожалению сразу будет великому моему сожалению что большая группа этих людей активно поддерживает власть владимира путина и его окружение и то что декларирует владимир путин в своих высказаниях в отношении запада а люди эти поддерживают его в этом я тоже не хотел бы своим долларом я никому не навязываю свое мнение мы сейчас узнаем ваше мнение чтобы эти люди сюда приезжали и поддерживать их хотя конечно искусство по идее по идее должно находиться вне политика но здесь не получается давая дик скажем о том что рядом с нами живут большая украинская община и мы их уважаем мы уважаем их мнение насчет того что происходит сегодня в украине и я считаю что своих соседей своих соседей по комьюнити мы тоже должны поддержать тем более много людей же живут с украины которые приехали они очень недовольны тем что происходит этой российской агрессии которую поддерживают многие актеры которые высказали за оккупацию крыма они приезжают сюда и как бы они говорят мы несем добро нашим искусством но я считаю что это это неправильно то есть будем так говорить что все таки как бы там ни было хочется нам или нет политика и искусство вещи неотделимы к сожалению еще раз напоминаю наш телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 и мы принимаем звонки добрый день говорите пожалуйста пожалуйста добрый день добрый вы знаете вы мне напоминаете одну ситуацию когда допустим врач украинец специалист большой специалист и к нему приходит русский человек он говорит нет извини меня тебя обслуживать не буду или республиканец приходит демократу какому-то специалисту адвокату или какому-то еще хорошо давайте давайте ближе и так далее и тому подобное по моему надо все-таки отличать как котлеты от мух артист любой имеет такое же право как и мы выражать свои политические взгляды но в то же время когда он приезжает с концертами то я считаю что если это действительно артист типа ракина от того же газманова которого мы идем на артиста окей мы не помогаем своим долларом путину мы помогаем своим долларом этому артисту вести его бизнес здесь тоже многие бизнесмены которые живут в украинской общине очень спокойно обслуживать любой национальности человека любой и очень благодарны ему за то что он приходит к нему в бизнес но мы не говорим об национальности минуточку мы не говорим о национальности мы говорим межевание я понимаю вашу позицию различать всех но политическим мотивом раз он за путина мы ему копейку не дадим мы ему даем копейку не путину и надо путать как лето с мухами хорошо спасибо спасибо а есть звонок говорите пожалуйста добрый день да да мы вас слушаем говорите добрый день вы знаете очень интересно ну скажем так канал такой да вот радио сам я сам с киева ну гимн фарт скажем так посоветовал то есть увлеченно слушаю я бы еще обратил ваше внимание на такую группу как московская хельсинская группа то есть это уже ну группа ну скажем так может быть не все там но вот 67 человек я считаю уже какие-то правозащитники которые в ноябре месяце 2018 года подписали письмо оно называется меморандум оно есть у них на сайте про именно обращение в ПАСЭ по возвращению Российской Федерации именно в эту организацию принятие с нее санкций там по самому тексту идет очень ну например такая формулировка та которая в принципе сейчас поддерживается что Путин не выполняет всего лишь пару решений европейского суда и так далее но там просто посчитаешь это ну это ужас то есть на группу этого внимания большое вам спасибо интересный формат но я еще бы хотел обратить ваше внимание на силу именно пропаганды то есть я говорю вам про свой собственный опыт в 2014 году я живу в Киеве я у нас загрузил на планшет две программы «Раша-24» и еще какой-то я их не смотрел они стояли рядом и я где-то просмотрел в 4 часа ну тогда у нас на Украине их запретили вот скажем так через 4 часа у меня было четкое ощущение что по Киеву ходят бандеровцы и всех стреляют и я себя заставил силой выйти на балкон на коленях поднялся на руках еле-еле чтобы меня не пристрелили то есть сама пропаганда она очень высочайшего класса спасибо спасибо а у нас еще есть люди спасибо большое Киев мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день добрый день слушайте вы говорите искусство вне политики каким образом если оно само себя поставило именно внутрь политики так вот мы и обсуждаем должно ли оно быть значит вне политики либо оно идет с политикой оно не важно должно или нет оно уже внутри политики это уже свершившийся факт по вашему мнению понимают люди это или нет я например тоже считаю что этих людей надо просто игнорировать их надо выкатировать их надо игнорировать по моему мнению по большому счету их в принципе нельзя впускать не в одну цивилизованную страну Аня ну к вам в Нью-Йорк приезжает очень много таких вот актеров и певцов очень много в Нью-Йорке выступать и на них много ходят как вы к этому относитесь? я к этому отношусь крайне отрицательно честно вот будь моя воля я бы их просто в страну не пустила ну вот это главное запретила бы въезд и все спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день добрый день говорите не молчите здравствуйте меня зовут Виктор очень приятно знаете ребята вы уже начали свою программу и поставили свой вопрос под текстом что с намеком давайте всех про путинских не поддерживать ну правильно высказался один звонимший что каждый артист имеет право на политические взгляды я хожу на артистов которые мне нравятся у меня какая разница у меня какая разница за Путина он там за Порошенко он если он не призывает уничтожать убивать людей а вот этот сайт миротворец он в открытую призывает уничтожать вот этих же артистов и прочих и прочее дает эту информацию вот международное сообщество или тригунал они должны найти кто это кто это но мы просто значит еще раз послушайте внимательно мы эту тему обсуждаем у каждого есть свое мнение кто-то выступает за кто-то выступает против мы хотим просто понять насколько людям интересно здесь они могут отделить политику от культуры или нет понимаете вот в чем идет вопрос ребята я вас прекрасно понимаю я приехал в Америку в 1992 году мне было 30 лет и буквально там через несколько дней там на четвертый на пятый день мои родственники повезли наш район Украинвилдж там где находятся две терапии одна там православная одна католическая но это на Украинвилдж и это было это было еще только самое начало вот этого бардака который начинался в Советском Союзе и что там что это разваливалось только-только началось вот это все и мы между собой разговаривали там нас было там 4 человека о той ситуации что сейчас в Советском Союзе происходит о Крыме о Черном море там Крым мое мне уже достаточно много лет мое чисто убеждение по тому как я знаю историю российского государства что Крым это был всегда российский там Хрущев подарил по пьянему Украине так это их дело я выставил свое мнение я сказал что Крым всегда был российский и Крым столько крови российских солдат что там не как не это все будет и Крым это была российская территория и должна отойти к России какой-то дедушка лет наверное под восемь ну такой ярый наверное бандеровин в Украине давайте мы будем ближе к теме Виктор давайте понимаете но это же не значит что я мое мнение такое что я там давайте за Путина спасибо говорите пожалуйста мы извиняемся но покороче немножко много звонков я буду очень кратко мы должны политизировать людей они живут в той стране у них свои внутренние дела они приезжают сюда нравятся они нам мы посещаем не нравится мы не посещаем их политические взгляды их трения если они не против нашей страны где мы живем я не думаю что мы должны переносить конфликт между Россией и Украиной и Украиной на территорию Америки или отношения предположим России с западными странами артист есть артист это люди вы посмотрите на наших голливудских так что нам не посещать их фильмы что ли не смотреть их хорошо понятно спасибо тоже мнение говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый день когда Рейгана ранили и привезли в военный госпиталь то перед тем что ему дали наркоз он спросил я надеюсь что все врачи республиканцы этим самым он давал понять что будь кто там зеленые красные демократы республиканцы он верит в то что они в первую очередь врачи и только во вторую очередь они голосуют или думают за какую-то партию запрещая приезд артистов которые любимые очевидно многими людьми живущими здесь и которые хотели бы их слушать и видеть мы практически лишаем их права на работу это их работа это их бизнес мы забираем у них бизнес почему уже кому-то не нравятся их политические взгляды вот хорошо спасибо а вот хотел бы сделать одно замечание когда-то очень давно в германии был писатель ремарк который по приходу гитлера уехал из этой страны в это же время в германии жила очень известная актриса режиссер ленин рифеншталь которая она очень была талантливый режиссер и она сделала несколько фильмов которые прославляли эту систему и то и то искусство сегодня помнят и рифеншталь и ремарка один сделал выбор в пользу того что он уехал в америку вместе с актрисой марлин дитрих и не служили этому режиму она служила вот вопрос в том что мне кажется что сегодняшние артисты приезжающие сюда многие лепс газманов они являются пропагандистами этой стран власти этой системы а я например за пропагандистов не хочу платить моя позиция моя позиция меня могут ругать я например на них ходить не буду пожалуйста высказывайте свою позицию мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый день послушайте коротко вам скажу плохо когда артистка которому дана трибуна для того чтобы показать свой номер начинает это использовать в политических целях я этого терпеть не могу а тебе не могли бы быть не так добры и дать хоть один пример когда лет там и киркоров и еще там кто-то хоть раз использовали это для своих политических целей с трибуны я хочу послушать хорошо пожалуйста один пример конечно спасибо погоните пожалуйста окей а зачем врать мы это делать значит секундочку мы примем звонок потом мы дину ответим мы вас слушаем здравствуйте здравствуйте я вас полностью поддерживаю согласно с Аней из Нью-Йорка что этих людей не запускать в Америку потому что если они то они естественно против Америки это же ясно как белый день потому что еще в принципе всю вот эту катавайсию начал Путин еще когда был буш и увидел у него в глазах что-то там такое уникальное и поэтому никаких поводов Америка на тот момент не давала для того чтобы устраивать вот это вот вакханалию ненависти поэтому они начали пусть они себе купаются в том Гэх который они сами создали и нечего сюда приезжать зарабатывать пусть у себя там зарабатывают спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день здравствуйте здравствуйте это Ирина из Атланты я хочу просто высказать свое мнение пожалуйста по как раз по вопросу который вы обсуждаете мне кажется наше счастье что мы живем в свободной стране где каждый человек который имеет свои убеждения он не обязан подчиняться большинству он может действовать по своим так сказать принциповым убеждениям вот мне например я мне важно что за человек этот артист то есть я на некоторых из них даже несмотря на то что они великие артисты я никогда бы не пошла из-за того что мне кажется этот человек недостоин моих денег и моего внимания но есть очень много людей которых это не интересует и это мне кажется прекрасно что у них есть такая возможность пойти на своего людей есть выбор и такое может быть почему нет спасибо спасибо а примем звонок и потом уйдем на рекламу мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день братья брумеры бульбуль оглыски зеларвата я думаю что те кто пускают мацуева гиргиева они не будут спрашивать у ани с нью-йорка или у арвары с чикаго пускать этих великих людей или не пускать просто варвара и аня с нью-йорка на их концерты не пойдут в силу своей не надо не надо не надо оскорблять людей а вот американцы коренные ну которые здесь ходят правда эдуард ну будем так говорить наверное на мацуева они и ходят а вот например на гиргиева ходят а я лично вот сколько прожил пять пятилеток не не был ни на киркоровой ни на пугачевой это это мое это мое это мое вадим сочувствие вам то что вы не были на и кстати на киркоровом может быть это даже ваше счастье что вы не были на киркорове а еще один звонок и уходим на рекламу говорите пожалуйста а это снова да нью-йорка я хотела сказать по поводу русского крыма во первых а там насколько я в курсе пролита не только русская крылья там много крови пролита а разные национальности это во первых и во вторых мне очень интересно если крым русский какого черта они тогда столько времени ждали от украины и до сих пор грозятся забирать воду украинскую для содержания крыма почему не используют российскую воду российское электричество и все остальное из россии ну вот вот такая власть аня спасибо и кстати на вас обратил внимание вадим в своем высказке он редко на кого-то обращать внимание так что можете гордиться выходим на рекламу спасибо мы возвращаемся в программу политинформании сегодня мы обсуждаем тему впускать ли в америку людей искусства и литературы из россии именно тех которые поддерживают режим владимира путина перед тем как мы начнем принимать звонки я хочу ответить нашему славному радиослушателю Дину который почему-то у нас все время уличает вам мани и так далее во-первых Дин мы договорились что вы больше звонить не будете это был последний звонок который мы принимаем от вас я это серьезно даже если вы культурно говорите вы уже за то время что вы нам звонили столько наговорили что мы решили больше вас не слушать но так как вы позвонили я вам отвечу когда владимир путин выступает и говорит о том что жители россии отправятся в рай а все остальные и естественно включая америку отправятся в ад и при этом вот эти все деятели культуры которые о которых мы говорим и владимир винокур и тот же лепс и все остальные этому активно аплодируют да и геннадий хазанов много их можно назвать газманов да газманов вся вот эта вот значит обслуга да то я не хочу лично я не хочу людей видеть на сцене здесь которые аплодируют за то чтобы эту страну где мы живем отправили в ад если вас это лично устраивает может вы там себе место подыскали я не знаю но я лично туда отправляться не хочу я хочу еще пожить но тех людей которые это поддерживают пусть оно сказано с юмором там с оправданиями какими-то люди которые аплодируют жестокости и ненависти ради денег кстати это обслуга это челядь они за это деньги получают а мы это не поддерживаем говорите мы слушаем добрый день пожалуйста добрый день добрый пытался дозвониться в перерыве чтобы не занимать эфирное время ничего хочется вам напомнить что вы лично обещали всем людям радиослушателям что вы связитесь с Горбачевым или его помощником чтобы выяснить вопрос имелось ли в договоренности между востоком и западом о том что НАТО не будет распространяться на восток окей ответы от вас я пока не слышу думаю что не услышу нет я думаю что вы услышите значит смотрите я быстро отвечу сейчас перед тем как принять звонок я действительно пытаюсь связаться с его значит переводчика с Горбачева переводчиком через фейсбук да пока будем так говорить это немножко сложно идет я сразу говорю это идет не так просто как мне хотелось бы этого но как говорится я человек настойчивый поэтому поверьте я все таки соединюсь и договорюсь с Павлом Палаченко чтобы он значит узнал мнение или как-то выступил сам следующий звонок говорите пожалуйста добрый день алло да 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 пожалуйста говорите вот возвращаясь к началу передачи да да ну вот известные такие имена Виктор Вольский Борис Орги допустим или Александр мне помощь или Анна Эскина или вылетела с головы вы представляете чтобы они представляли свою передачу не называйте меня дураком почему вы это все время повторяете потому что ответ из вопроса и так вытекает дурак вот пока интересный мысль а говорите пожалуйста добрый день добрый меня зовут Леонид очень приятно и вот такое мое мнение я считаю что искусство настоящее оно вне политики для меня важно слушать вещи получать наслаждение от искусства и я бы такой пример привел например ну считается великим композитором Вагнер человек он был но лучше не будем говорить с ним известный он был антисемит говорите как есть но композитор он был великий это считаю ну естественно не только я я не знаю точно или он запрещен или не рекомендован исполнению в Израиле не рекомендован и запрещен но уже бы было исполнение в Израиле его но вообще но вообще я хотел еще одно слово но известный дирижер Барин Бойм да он его исполнял к сведению да к которому к которому можно прислушиваться считает что человек человек Вагнер это само собой а исполнять Вагнера он будет вот такое мое мнение будьте здоровы спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый день добрый день вы знаете вот вы очень сложный запрос в принципе подняли слава богу на концерты концерты которые политические взгляды которых нас не устраивают ну давайте тогда не будем читать Достоевского Гоголя известные антисемиты я не знаю я не знаю как решить этот вопрос для меня все очень просто я не люблю Мацуева в принципе он виртуоз безусловно но меня не не вот смотрите вот смотрите мы задаем этот вопрос чтобы каждый человек для себя не для меня и не для Геннадия да решал этот вопрос а для себя мы не агитируем мы просто хотим узнать мнение вот допустим вам Достоевский не нравится да к примеру да и вы его не читаете хотя он великий писатель бесспорно правильно вот поэтому мы мы задаем этот вопрос для того чтобы человек позвонил сказал для меня музыка это важнее всяких политических значит разговоров поэтому я в любом случае Мацуева буду слушать и и Достоевский и Достоевский для меня тоже важен я в общем то не настолько ну я в принципе говорю да я например вагнера слушать не буду спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день алло здравствуйте да я думаю что в некоторых моментах можно разделить людей исполнение это но надо чтобы прошло время сейчас мы великий человек там например вот тот же Мацуев но в данный момент неуместно надо чтобы какое-то время прошло чтобы остыл и тогда его можно будет спокойно услышать я насчет еще базы военных был такой разговор но военным что военные не будут двигаться НАТО до Горбачев с этими на самом деле на всех но принятых базах ни одной военной базы НАТО нету на всех ни в Литве ни в этом это все на временном размещении официальных военных баз нет так что зря они говорят что договор был договор но военных силах спасибо ни одной военной базы на многопринятых членов НАТО нету на временном размещении спасибо ничего это к нашей передаче значит пока звонков нету Вижгину тема всех заинтересовала у меня есть вопрос да пожалуйста можно два ансамбля ансамбль березка и ансамбль Моисеева оба ансамбля советский союз в основном все исполнители члены коммунистической партии да их нужно было пускать в америку на гастроли или нет как по мне давай я отвечу сначала как по мне я считаю что нет есть принципы как как я это вижу у меня например есть принципы есть значит люди или организации которые я бы не смотрел не читал и не приглашал но есть люди которые считают может мой даже брат Эдик считает я считаю абсолютно по-другому потому что советский союз это было совсем будем так говорить другое государство со своими конечно очень большими но но холодная война да согласен но дело в том что а вот эти два ансамбля березка и моисеева да они находились по моему мнению а на абсолютно другом как бы более международном уровне то есть я бы не зачислял эти ансамбли как бы в локальные да то есть они подошли к такому уровню когда я считаю что именно то есть теперь мы мы обсуждаем уровень а ты понимаешь даже не уровень понимаешь а как тебе сказать советский союз было сложным государством да со своими опасностями определенными для всего мира но там были какие-то определенные правила а советский союз мог стукнуть каблуком значит хрущева там по столу постучать или так далее но будем так говорить правила игры соблюдались определенные правила игры соблюдались на сегодняшний день россия играет в захват захватническую политику чехословакия болгария чехословакия согласен чехословакия и польша и венгрия согласен согласен но это будем так говорить это были как бы противостояния определенных систем определенных систем была система капиталистическая империалистическая и коммунистическая социалистическая на сегодняшний день ты не скажешь что россия это система социалистическая или коммунистическая я не скажу они скажут они тоже не скажут нет они себя не наоборот они еще хуже говорят они говорят что они демократия да да так вот это как же одной демократической стране не впустить в другую мне кажется что искусство в любом случае несет определенный оттенок политики пропаганды и здесь надо разделять мне кажется что в принципе вот есть разделяя по какому смотри смотри вот есть Андрей Макаревич давай примем звонки а потом будем говорите пожалуйста добрый день добрый вечер я прошу обращения еще раз за то что второй раз звонил пожалуйста я бы хотел ну если можно чтобы еще ну может быть отдельной передачи сделали просто разрушение мифа по бандеру который просто объяснить слушателям что он был под судом он был под трибуналом нюрдерга но спасибо а мы мы подумаем по поводу бандеры довольно сложная личность поэтому мы подумаем и решим как сделать эту передачу говорите пожалуйста добрый день ребята я хотела бы задать встречный вопрос Сергею если можно по поводу искусства там всего прочего восьмидесятый год олимпиада московская олимпиада которая как известно в принципе была байкотирована остальными странами правильно да и завода войск в афганистан дальше олимпиада в салт лейк сити где наши были также байкотированы и населением и остальными участниками олимпиады это было правильно или нет ну это же было решение советского правительства я не думаю что мы немножко да мы немножко говорим о разных вещах мы же не говорим на государственном уровне именно как спорт якобы вне политики так же искусство якобы вне политики якобы спасибо добрый день говорите пожалуйста добрый день я я защиту можно я защиту Вагнера я считала что его сестра он мне неприятен уже потому что он увлекался чуть лет и я считала что его сестра которая была замужем за антисемитом она обрала его подсмерть вот так вот или например жена Геббельса она тоже чуть не стала темистой давайте я понял вас давайте мы будем возвращаться к нашей тематике потому что мы немножко отвлеклись говорите пожалуйста если вы не помните я могу напомнить тему сегодняшней передачи говорите пожалуйста алло добрый день добрый день наконец я до вас дозвонился братья спасибо вам за эту передачу и вы очень хороший вопрос затронули я например здесь уже 30 лет живу вот и вы знаете я в начале я ходил на все эти вот на русских российских исполнителей там актеров музыкатов а потом меня это перестало просто интересовать дело не в том что какое их политические убеждения меня это в принципе не интересует меня интересует просто само исполнение само искусство вот единственное что я вам хочу сказать да вот я например являюсь членом клуба самодеятельной песни медвест чикаго вот и у нас там есть такой закон никакой политики никаких национальных вопросов никаких религиозных вопросов чтобы не было в этом клубе это и к нам один раз приехал там один из свердловска парень он начал раздавать эти как их называют георгиевские ленточки и его на следующий день просто-напросто попросили потому что одни воспринимают это хорошо другие плохо его попросили удалиться несмотря на то что он приехал из свердловска сюда в чикаго вот его попросили удалиться на следующий же день вот у нас такие например законы такие положения это в устале написано спасибо спасибо говорите пожалуйста мы вас слушаем нету пока звонков еще раз напоминаю тему сегодняшней беседы у нас остается 10 минут поэтому соберитесь как-то и попробуйте дозвониться звонков много тема сегодняшней беседы искусства и политика можем ли мы должны ли мы или не должны мы впускать на территорию США тех исполнителей актеров писателей которые активно поддерживают режим Владимира Путина либо это каждый может решить для себя то есть идти на этого писателя композитора певца потому что он талантливый или как говорится принципы берут вверх мы вас слушаем добрый день доброе утро вы знаете когда человек приезжает с концертами да и люди ходят на его концерты это вполне нормально это так должно быть если он раздает юристские ленточки то это не концерт это уже агитация и поэтому я считаю что люди имеют право так выразить ему свое все то есть сказать уезжай отсюда а как насчет а как насчет агит концерта это люди должны делать не пропаганда не государство запрещать ну вот смотрите а как насчет агит концерта ну вот смотрите каждый артист приезжая он все таки представляет свою страну и свое правительство если он вы говорите он представляет из себя себя бизнесмена да можно и врача обвинить и еще вы знаете к врачу нацисту например я не пойду лечиться и так далее потому что он республиканец а я демократ дело не в этом здесь людей кричат ругают и трампы ругают друг друга партии так что их всех надо разгонять в разные стороны это немножко это очень это немножко разные вещи мы обсуждаем нет мы обсуждаем о тех же самых извините пожалуйста у нас есть еще звонки поэтому это абсолютно разные вещи а потом как говорится мы это обсудим говорите пожалуйста добрый день а меня слышно вас очень хорошо слышно а добрый день интересная тема очень я на концерты не хожу потеряла к ним интерес но есть родители ваши пожилые люди которые хотят посмотреть пусть смотрят окей такое мое мнение пожалуйста спасибо это мнение воспринимается пожалуйста знаешь почему я перестал ходить на концерты честно мне надоело смотреть как меня за мои же деньги одевают потому что раньше как то люди приезжали было какое-то качество а сейчас чисто стрижка капусты все приходишь платишь и вот поэтому можно перестать ходить на концерты спасибо анатолий за ваше мнение есть звонки говорите пожалуйста мы вас слушаем здравствуйте здравствуйте насчет насчет артистов не знаю вопрос сложный а вас хочу поблагодарить что вы вот этого пенька который динам или как у него погоняло перестали к себе пускать большое вам спасибо теперь буду слушать вашу радиостанцию а то он все время мешал своей долтовней спасибо спасибо говорите добрый день это опять Ирина из Атланты и мне просто так нравится ваша тема и мне кажется знаете очень как бы близкая тема вот путешествия есть такие страны которые ну мне вот не нравится я ни за что туда не поеду но есть люди которым как бы хотелось бы посетить эти страны и весь вопрос закрывать американцам допустим въезд в эти страны то есть не пускать америки не разрешать своим гражданам ездить туда или разрешать Ир я понимаю о чем вы говорите давайте мы немножко сконцентрируемся на том а насчет русских артистов певцов именно с россии понимаете давайте будем вот ближе к этой теме вы поддерживаете будем говорить политика искусство вне политики либо все таки политика в искусстве искусство в политике я опять же я выбираю просто наличие выбора окей это позиция спасибо добрый мы вас слушаем здравствуйте здравствуйте вы очень хороший вопрос сегодня затронули я как обычно обожаю вашу передачу слушаю такой вам вопрос обоим вот не считаете вы этих артистов кто приезжает в Америку кто выступает тоже самую разницу ее гадят ну и представляют интересы своего своего правительства не считаете вы это патриотически с твоей точки зрения потому что например в Америке многие слэберти плюют на наше правительство даже та футболистка Рапина выступала на чемпионате мира и то присела во время гима я послушаю по радио спасибо спасибо давай я выскажу потом ты да и мы как вы смотрите значит есть большая группа российских актеров да есть группа актеров которые будем так говорить вне политики да ну самая из них такая явная личность это Алла Пугачева вы нигде не увидите чтобы она агитировала за эту власть Валерий Леонтьев примеру да и кстати хочу напомнить что именно этих актеров в связи с их семидесятилетием эта власть никак не наградила даже близко даже не поздравила даже практически не поздравила вот а есть Макаревич со своей группой машина времени он естественно на будем так говорить демократических таких взглядов и есть Шевчук есть Шевчук есть много актеров надо просто вспомнить но есть отъявленные люди артисты которые проявляют свою политическую сознательную позицию активно выражая современным языком топят за эту власть это и Михаил Боярский и Владимир Винокур и тот же Левс и многие другие я понимаю почему они это делают но я не хочу лично я видеть их здесь по той причине что когда Владимир Путин я повторюсь говорит об о том что нашу страну нужно отправить в ад и при этом эти люди люди искусства за это аплодируют и этому аплодируют да и я бы хотел бы поддержать сказать то же самое что говорит Эдик есть много есть пул артистов которые конкретно поддерживают эту власть они являются челядью обслугой и когда я вижу руководителя группы хор турецкого вместе с Путиным на одной сцене и он это проявляет внимание а сюда приезжает и говорит и поет советские песни мне это активно не нравится я считаю это неправильно потому что он получает деньги наши с вами есть звонок Добрый день мы вас слушаем здравствуйте здравствуйте вы сейчас говорите все ряды политики между работниками искусства да возьмите нас то же самое похоже на свое правительство разве они не не но они уже в своей стране живут сволочи но они свои сволочи они предают своих граждан но я вам хочу сказать что я не хожу я уже здесь тоже 30 лет я не хожу на эти концерты потому что я хочу чтобы у меня в памяти мне осталось то что я любила и я не хочу слушать вот это сегодня эти шутки которые дебильные но что мне очень нравится кто вернее это Максим Галкин его передача с маленькими детьми это бесподобно я вас понимаю но у нас есть еще один звонок спасибо спасибо говорите пожалуйста последний звонок потом будем только коровка пожалуйста спасибо коллаборационисты которые ради того чтобы зарабатывать деньги не будут в любой власти как обзор в свое время он и пилосоветской власти и не советская власть и фашистом если бы нам понадобилось бы в принципе люди применяются никаких не попротивших взглядов у них просто интерес выживать и зарабатывать спасибо спасибо резюме короткой ген ты и я да есть принципы ради которых нельзя себя предавать и нельзя предавать своих родственников и соседей а страна в которой по выражению Светлана Алексеевич существует существует магазин с детской военной одеждой к сожалению это очень плохо будем так говорить до свидания